Библейский портал экзегет.ру представляет И сегодня мы с вами прочитаем первую главу. Но прежде чем читать первую главу, хочется немного и несколько слов сказать о авторе Евангелия от Матфея. Как мы и понимаем, судя по названию, что автором был Матфей, но мы всегда с вами помним, что Священное Писание писалось пророками Божьими, людьми, которые были вдохновлены Духом Святым. Евангелист Матфей, как мы знаем, был избран самим Господом и Спасителем Иисусом Христом и был одним из двенадцати учеников самого Спасителя при его жизни здесь на земле. О Евангелисте Матфея говорят и другие Евангелисты, например, такие как Лука, называя его Левий. Дело в том, что Матфей — это было его имя, которое было в простонародье. Вообще же его звали так уважительно Левий, то есть принадлежащий колену левитов. Но сам Матфей называет себя по скромности и смирению Матфеем, как его и звали в простонародье. Это говорит о его смирении. Поэтому Евангелист Матфей, как мы помним, он был сборщиком податей и сборщиком налогов. Но так как встретился со Христом, научился от него то, о чем сам говорит Спаситель, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, поэтому себя именует в простонародье Матфеем. Итак, Евангелие от Матфея было написано на еврите. Оно было адресовано иудеям. Так как Матфей был иудеем, он был сборщиком податей, не очень таких людей любили в народе израильском, он пишет свое Евангелие и начинает его с родословной Иисуса Христа. К сожалению, подлинника как такового не сохранилось на еврите, но тем не менее есть достоверные списки. Например, Иустин Мученик, 130-й год, приводит в своих посланиях Евангелие от Матфея, цитируя его уже на греческом тексте. Есть ряд свидетельств о том, что это Евангелие было распространено в первохристианских общинах, где читалось за богослужениями. Первая глава Евангелия от Матфея начинается с родословий Иисуса Христа. Так и сказано, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Сразу возникает вопрос, почему сказано сын Давидова, а потом Авраама, чисто хронологически, потому что все-таки было сначала Авраама, потом уже Давид. Здесь автор, евангелист Матфей, хочет сразу показать царское достоинство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ссылаясь же на Авраама, показывает его древний род Авраама, как мужа веры, который был оправдан по вере. Итак, когда мы с вами читаем родословие Иисуса Христа, Авраам родил Исаак, Исаак родил Акова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса, Изару от Фамарии, Фарес родил Ясром, Ясром родил Авраама. Но некоторые люди не любят читать родословное Иисуса Христа, но это происходит лишь потому, что люди не знакомы со Священным Писанием Ветхого Завета. Дело в том, что все эти имена, которые здесь перечисляются, они очень тесно связаны с человеческим, так скажем, человеческим происхождением по человечеству Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это родословное показывает его род, откуда он произошел по-человечески. Поэтому скучно бывает людям читать это родословное, так как они не знакомы с Ветхим Заветом. Это плохо на самом деле, потому что сказано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для наставления, для исправления, для наставления в праведности. Все Писание богодухновенно. В Евангелии от Иоанна, когда Господь Иисус Христос обращал внимание в 5 главе 39 стихе, говорил так, исследуйте Писания, ибо через них думаете иметь жизнь вечную, а не свидетельствует о мне. О каких Писаниях тогда говорил Господь и Спаситель Иисус Христос? О Писаниях Ветхого Завета, потому что еще новозаветных Писаний не было. Самые первые были примерно написаны около 50-го года, как, например, Евангелие от Матфея по Рождеству Христову. Это где-то лет 15 после смерти, воскресения и вознесения Господа и Спасителя Иисуса Христа. Итак, когда мы читаем родословную, то мы видим царское достоинство, но тут же, вот уже прочитав несколько строк, мы с вами заметили, что упоминается Фомарь. Дальше мы увидим, что упоминаются и другие женщины, например, та, которая была Рааф, блудница. Далее упоминается та, которая была Заурией, то есть та, которая была прежней женой Урии, то есть жена царя Давида. То есть женщины, казалось бы, в родословной, да еще и женские имена, да еще и неправедные женщины, а женщины грешные, которые, в общем-то, согрешили, трое из них, по крайней мере, впали в грех кровосмешения и блудницы. Та же Рааф, которая спрятала Сагледатев, о которой описано в книге Иисуса Новина. Та же Версавия, которая, в общем-то, в той или иной степени явилась соблазнительницей царя Давида. Почему эти имена содержатся в родословной Иисусе Христа? Казалось бы, даже это очень странно. На этот вопрос отвечает святитель Иоанн Златоуст. Он пишет следующее такие слова. «Что делаешь ты?» Цитата. «Богдухновенный муж», то есть он спрашивает, вопрошает Иоанн Златоуст. «Напоминаешь нам историю беззаконного кровосмешения». И сам же отвечает на этот вопрос. «В родословии воплотившегося Бога не только не должно умалчивать, но надо велегласно возвестить об этом». И говорит, почему? «Для того, чтобы показать Его промышление и могущество. Ибо Он пришел не для того, чтобы избегать позора нашего, но чтобы уничтожить этот позор. Христу должно удивляться не только потому, что Он сделался человеком, но и потому еще, что Он порочных людей удостоил быть своими соратниками. И не стыдясь немало наших пороков, Он не гнушался ничем нашим, научая этим и нас настыдиться злонравия предков или низкого происхождения, но искать только одного — добродетели. Ибо добродетельный, хотя бы и происходил от иноплеменника, хотя бы и родился от блудницы, не может получить от этого вреда». Конец цитаты. Такие слова пишет святитель Иоанн Златоуст. И вот еще одна цитата. «И самые праотцы их, тот же святитель Иоанн Златоуст, виновны во грехах, так как патриарх Иуда, от которого и самое имя получил народ и иудейский, оказывается немалым грешником, ибо Фомарь обличает его в блудеянии». Мы помним эту историю, которая записана в книгах Ветхого Завета, когда Иуда долгое время не давал в жены, когда Господь, помните книгу Бытия, когда Господь умертвил двух его сыновей, и он должен быть по закону иудейскому отдать младшего сына, чтобы он женился на Фомаре. Но он этого не делал и долго медлил. Мы помним, что сделала Фомарь, она переоделась в блуднице, и когда шел Иуда, ради того, чтобы продолжить род человеческий, она притворилась в блуднице, зачала от него, и от этого родились сыновья у нее. Так об этом напоминает святитель Анзлатоуст, и говорит, ибо Фомарь обличает его в блудодеянии. Она взяла у него посох, пояс, если кому интересно, можете обратиться к Писанию Ветхого Завета или даже к нашим лекциям, они есть на библейском портале xg.ru, и эту главу внимательно посмотреть, о чем здесь говорит святитель Анзлатоуст. И далее продолжает, и Давид от жены прелюбодеянной родил Соломона, если даже эти великие мужи не исполнили закона, то тем более те, которые ниже их, а если не исполнили, то все согрешили, и пришествие Христа было необходимо. То есть, святитель Анзлатоуст говорит о том, что все согрешили, с законом невозможно оправдание, поэтому Христос берет и как бы своей родословной вбирает в себе все согрешения рода человеческого, указывая на эти даже страшные грехи, этих блудниц, кровосмесителей и прелюбодеев. «Только ждет одного, чтобы человек покаялся». Вот что об этом пишет свидетель Филарет, митрополит Московский, цитата. «Он Бог, чтобы иметь силу понести на себе немощи человеческие, Он человек, причастный плоти и крови нашей, чтобы сделать человеков причастниками божественного естества». Конец цитаты. Еще по этому поводу, ну вот, пожалуй, еще одна цитата есть свидетель Анзлатоуста, столько удивительного, написывает эту историю родословной Христа. Он пишет, невозможно, совершенно невозможно через добродетели или пороки предков быть честным или бесчестным, знаменитым или незнаменитым. Можно сказать еще более, тот больше и знаменит, кто, родившись от недобрых родителей, сам стал добрым человеком. Конец цитаты. У святых отцов множество, вот, например, в литературе, даже такой житейной литературе, описывается неоднократно о том, что награда человеку дается не за то, что у него уже есть по природе, например, смирение, кротость, воздержание, нет страсти к винопитию, к блуду. Не за это человек получит награду от Бога. Неоднократно встречаются истории, где говорится о том, что тот человек, который имеет какой-либо порок или какую-либо страсть и преодолевает ее с помощью Божией через покаяние, через прибегание к церковным таинствам, через воссоединение со Христом, и если человек ее преодолевает, он получает награду за преодоление этой страсти. Но тот, у которого это есть по природе, это уже некая данность ему от Бога. За это человек награды иметь не будет. Поэтому так и подчеркивает здесь свидетелян Златоуст, что с законом не оправдывается, как говорит об этом и апостол Павел, никакая плоть. Поэтому Христос приходит и, как об этом в Евангелии сказано, пришел спасти не праведников, а грешников призвать к покаянию. Грешников. «Христос приходит не к праведникам. Тот человек, а праведного, как сказано, нет ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией». О чем же тогда говорит Христос, что он пришел спасать неправедников, раз праведников нет? Он это как бы говорит с неким укором тем людям, которые считают себя безгрешными, которые видят в себе сегодня такое новомодное слово из области психологии самодостаточными людьми. Нет людей самодостаточных. Без Бога мы ничто. Потому что Бог есть источник жизни. Он соделал человека. Он сотворил его. Дал ему образ и подобие. Состояние бессмертия, которое человек может достичь в этой жизни. Что мы без Бога? Все равно, что какой-нибудь, вот приводят такой технический даже пример, я слышал, лампочка. Вот она не может гореть, если нет у него источника энергии. Ну вот будет она похваляться. Вот я такая, бесполезный предмет сама по себе. Если нет этого соединения. пример может быть такой глубочный, немного и не совсем, но достаточно ясный, что человек без соединения с Богом, никакой самодостаточности в нем нет. Бог дал человеку жизнь, предназначил его к вечной жизни и все делает для того, чтобы сохранить его в этой жизни. Поэтому Христос, здесь, когда мы читаем родословную, эти имена женщин и содержатся. Это как бы такой был укор. Писал, как я сказал уже, евангелист Матфей иудеям, которые считали себя праведниками, о которых Христос так и скажет, вы гробы. Сверху красивые, а внутри мертвые. Никому не нужна эта внешняя праведность. Это состояние, которое губительно для самого человека. Как важно вглядываться внутрь себя, следить за своими чувствами, за своими мыслями. Но научиться их приводить в порядок с помощью Божией самому невозможно. Как бы человек ни хотел, как говорит апостол Павел, доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Потому что в каждом лежит закон греха. И с грехопадением человек воспринял в себя это состояние падательного человека. Не может без Бога. Подумал человек утром, не буду ни с кем ругаться, буду всем только улыбаться, буду всем говорить только добрые слова. Только его тронули, сразу взорвался, пыль уже доверху, сразу раздражение. А из-за раздражения крик, из-за крика ссора, перепалка друг с другом. Не может человек исправиться без Бога. Поэтому здесь так об этом и говорится. Интересно, что когда мы читаем родословное, здесь сказано, что от переселения в Вавилон 14 родов, после переселения в Вавилон 14 родов, и далее перечисляется еще 14 родов. Но когда читаем, то в последнем насчитываем всего 13. Почему евангелист Матфеев говорит 14, но насчитываем 13 имен? Потому что последнее имя, как общий знаменатель, подводя как бы итог всей родословной, подразумевается имя Господа и Спасителя Иисуса Христа. И далее мы читаем здесь о рождении Христа после родословной, где говорится так. Рождество Иисуса Христа, 18 стих, было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи правильным, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил, это си ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, и бродившаяся в ней от Духа Святаго. Мы видим и знаем из предания, и читаем из текстов Священного Писания, Евангелие. Дважды подчеркивается в 18 стихе и в 20 от Духа Святаго. Да, в очреве 18 стихе и в 20 также от Духа Святаго. Кто такая была Пресвятая Богородица? Мы знаем, что в три года есть целый праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Ее отдали на воспитание в Иерусалимский храм. Там она воспитывалась до определенной меры возраста. Тогда эта мера на Востоке была 14 лет, когда должны были ее уже отпустить. Потому что в 14 лет на Востоке уже, в общем-то, переставала быть отраковицей. И девица становилась женщиной. Женщиной в смысле таком вот физиологическом уже. И поэтому долг был тогда отпустить. Ну как отпустить? Святое предание говорит о том, что Пресвятая нужно было выдать замуж. Не могла быть праздна. И в народе израильском считалось не иметь детей. Мы знаем из книг Священного Писания. Это грех или какая-то проказа, или порок, или наказание Божие было на человеке. Так думали о бездетных людях. Но Пресвятая Богородица, мы знаем из предания, что она дала обет Господу. Какой обет? Обет девства. Она хотела служить Богу. Зная об этом, ветхозаветные учителя, священнослужители, зная этот обет, они, зная, что он был дан перед Богом, не хотели, чтобы он был нарушен. Поэтому они нашли 80-летнего старца Иосифа, у которого, как говорят многие отцы, были дети от первого брака, которые впоследствии называются братьями Господа и Спасителя Иисуса Христа. Другие отцы, есть и другое мнение по этому поводу отцов, их меньше, но аскеты. Они говорят, что у Иосифа не было детей. Он тоже был старец, бездетный. Некоторые говорят, был женат, но детей не было. Кто же тогда эти были братья? Есть в Священном Писании это словосочетание, родственник, брат, которое может использоваться, это слово может использоваться не только по отношению к родным братьям, но и к двоюродным, и даже к племянникам. Например, мы его встречаем в Ветхом Завете. Помните спор между пастухами Лота и Авраама? Когда Авраам решил примирить этот спор, там, скажем, даже была маха, драка. Наше такое современное слово, некоторые считают жаргоном маха, махач. На самом деле это еврит, маха. Была драка между пастухами Авраама и пастухами Лота. И Авраам призвал тогда Лота и сказал, возьми, если ты налево, я направо, ты направо, я налево, лишь бы не было ссоры и вражды. И тогда он добавляет, ибо мы родственники. И там стоит то же самое слово в Септуагинте. Ибо мы родственники, но мы знаем, что Лот был племянник, он не был брат. Но слово одно и то же применяется к родственнику. Поэтому и так, и так, но в большей степени святоотеческая традиция и столкование все-таки говорят о том, что Иосиф, у него были дети от первого брака. Можно и так, и так. И вот мы видим, что, читая из этих строк, когда он помыслился, ангел Господень явился ему во сне. Мы представляем, какое смятение было в душе праведного Иосифа. Когда мы читаем эти строки, мы как-то часто об этом даже не задумываемся. Представьте себе, вам дали на попечение Тарковицу перед Законом Божьим. Это не как сейчас мегаполис. Это была совсем небольшая, небольшой совсем город, где все люди друг друга знали. И вдруг вам, 80-летнему, дали на 14-летнюю девицу, для того, чтобы ее воспитали, доверили. Священно начале доверило. И вдруг здесь такое. Что это такое? Иосиф понимает, что это не то. Недаром сказано о явлении ангела, для того, чтобы его утвердить и в помыслах, в его сомнениях является ангел Божий. Бог промыслом своим вмешивается в эту ситуацию. Так и у нас. Когда чувства у нас смятены, бывает какая-то непонятная ситуация, мы думаем, Господи, как же так? Надо всегда помнить, что Бог всегда вмешается в ту или иную ситуацию. И мы видим здесь. Ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней, он был обручен, есть от Духа Святаго. Еще раз утверждение. Родить же сына, нанечешь ему имя Иисус. Что означает имя Иисус? Спаситель. Тот спаситель, которого ждал народ израильский. Помните явление, когда апостол Павел шел в Дамаск для того, чтобы гнать христиан, и ему является Христос. И когда апостол Павел спрашивает, кто ты, Господи? Он говорит, я Иисус. Не говорит Христос, потому что Христос означает помазанник. Он говорит, я Иисус, то есть спаситель, Ишуа, тот самый Иисус, который весь народ израильский знал. То имя, которое было апостолу Павлу, очень хорошо известно, потому что он был человек образованнейший, учился в Гумалииле. Ему было понятно, что это Иисус. Наречешь ему имя Иисус, говорит ангел, то есть спаситель. Народы тогда ждали пришествия спасителя. Интересно, что ждали не только не только иудеи, но и даже в мире греческой философии были эти чаяния, что должен прийти Мессия, который установит справедливость на земле. Вот смотрите, Сократ писал даже об этом. Цитата. «Не надейтесь исправить человеческие нравы, доколе сам Бог не благоволит послать особенного мужа для наставления нас самих». Конец цитаты. Это не мессианское пророчество этого завета, которое сотни. Это голос древнегреческого философа. Платон писал, цитата, «Не быть на земле порядка, если только сам Бог, сокрывшись под образом человека, не разъяснит нам и наше отношение к нему, и наши взаимные обязанности друг к другу». Конец цитаты. Пожалуй, здесь какое-нибудь из ветки заветных пророчеств может быть более косвенно, ниже это указание философа Платона. Не только иудейский народ ждал. Мы знаем, что само летоисчисление, оно шло к чему? Мы делим его до Рождества Христова, то есть до нашей эры. Летоисчисление шло к некому обнулению, как бы сегодня выразились. И происходит это событие. Рождество Христово. Здесь евангелист Матфей приводит известное пророчество пророчества Исаии 7.14. «Седь дева в реч... Овсе произошло, да сбудется речение Господом, реченное Господом, через пророка, который говорит, 23 стих, «Седь дева в очреве примет и ради сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». Древнее греческое, древнее пророчество Ветхого Завета. Алма в слово примет в очреве дева. Всем известно это событие. Когда Симеон Богоприимец переписывал текст Ветхого Завета, это был перевод септуагинта на греческий язык, то он рассудил. Помним же. «Есть ли дева, когда он переводил свит к пророку Исаии, и родит, и уже зачала, какая она дева». Логично с точки зрения человеческой. И решил стереть это слово «дево» и написать «жел» женщину вместо «алма», девицы. Но ангел Господень, помним, его остановил, взял за руку и сказал, «Не твое дело редактировать Священное Писание, твое дело переводить». И он не мог ничего сказать. Ему было сказано, 200 лет почти прожил. И сегодня эти слова мы слышим за вечернее богослужение. «Нын не отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоего, с миром. Когда принесли его младенца, тогда он только умер». Некоторые истолкователи иудейские, не принимая мессианские пророчества, не принимая Господа и Спасителя Иисуса Христа как мессию, говорят, что «ну нет, не совсем, это просто там». Даже возводит некую такую хулу, у Богородицы это была просто блудница и прочие вещи. И говорят, «дева, нет, Алма, это неправда, должно стоять женщина». Но в таком Алма, говорят, может быть и женщина, это допустимо, но в таком случае Ревека, тогда будет тоже женщина, а не девица. А этого иудейские толкователи допустить не могут. А о ней сказано, между прочим, в книге Батия стоит то же самое слово «Алма». Когда она вышла к колодцу и раб Авраама пришел, чтобы взять жену, сына его, то о ней сказано «Алма», то есть «дева, не знавшая мужа». То же самое слово стоит здесь. Но это так, на всякий случай, чтобы не было сомнений. Став от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя, как было и сказано, Иисус. Спаситель. Такие чудные дела рассказываются в первой главе «Ордословная Христа», в которой ангелист Матфей вводит имена людей согрешивших, благодеяния, микроусмешения, дабы показать, что Христос пришел спасти неправедников и грешников, повести их к покаянию. И теперь рассказывается кратко сама история рождения Христа, его чудное воплощение в этот мир. Вот такая первая глава. Такие в ней содержатся события. Субтитры создавал DimaTorzok